ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И это лет, в частности, были особенными. Сначала дистанционное обучение, дети находились в доме. Потом начались каникулы, летние лагеря работали с небольшими ограничениями. Вот с точки зрения детской безопасности, как прошел этот год? Предварительные итоги пока подведем. Предварительные итоги этого года, да. Хочется сказать о том, что ежедневно, 24 часа в сутки, работает телефон горячей линии. По системе ЕДДС передаются сообщения о всех происшествиях, которые случаются с несовершеннолетними. И, конечно, пострадавшими были малолетние дети в основном, из-за недосмотра родителей. То есть вот те происшествия с детьми, чрезвычайные ситуации с детьми, которые случились и в летний период, и в весенний период, и вообще случаются в течение всего года, всего периода, это были чрезвычайные происшествия, которые могли бы и не случиться. Только из-за того, что люди, наверное, надеются на авось и не всегда досматривают за своими детьми. То есть дети, конечно же, они очень любопытны от природы. Маленькие дети и таблетки едят лекарственные препараты, если их не положить в недоступное место, естественно. Также жидкости чистящие и так далее, и так далее. Все химические жидкости употребляют наши маленькие дети. Тоже любопытство, естественно, красивые пузыречки. Яркие. Красивые, яркие, да, наклеечки. Поэтому, конечно, первая просьба к родителям, и мы об этом всегда говорим и в телеэфире, на ТВ Одинцова, и всегда при встречах с родительской общественностью говорим о том, что дети должны быть присмотрены. Особенно малолетние дети не должны оставаться без присмотра. Еще хотел бы отметить такой факт, что за летний период один ребенок, один мальчик, 15-летний, пострадал на воде. Ребенок пострадавший, да. Ну и было сбито на железнодорожном переезде два ребенка. Это за летний период. А вообще трое пострадавших. Вот девочка пострадала совсем недавно, родилась в рубашке, то есть ребенок жив. Слава Богу. И в нормальном состоянии здоровья ее нормальное. Вот это горячая линия, про которую вы сказали, туда с какими вопросами можно обращаться? Это только какие-то чрезвычайные случаи, или в принципе любой вопрос, который вам от родителей можно задать? Да, конечно. Горячая линия работает 24 часа в сутки. Можно задать в принципе любой вопрос, и мы отвечаем на вопросы. Если не можем ответить сами, то обращаемся за помощью к субъектам профилактики. Естественно, родители получают такую помощь, такую информацию. Денис, а сколько детей в этом году пострадали в дорожно-транспортных происшествиях? Может быть, расскажите, при каких обстоятельствах? Ну, территория обслуживания у нас составляет порядка 230 километров, то есть участки дорог. А что это за участки дорог? Давайте сразу поясним, чтобы было понятно. Это Минское шоссе, Киевское шоссе, участки, введенные недавно в эксплуатацию ЦКАД, центральной глицевой автодороги. Ну, и, соответственно, Можайское шоссе, дорога регионального значения. На этих дорогах пострадало 15 детей. То есть произошло 12 происшествий, в которых 15 детишек пострадали. Показатели прошлого года были несколько выше. Основными причинами, ну, их можно сопоставить с видами дорожно-транспортных происшествий. Значит, это были столкновения, самый распространенный вид, два наезда на пешеходы и два наезда на препятствия. Причина этих дорожно-транспортных происшествий, соответственно, если на пешеходном переходе, значит, водитель не уступает дорогу пешеходам, которые переходят дорогу. Ну, как регулируемые, так и нерегулируемые. Скажем, в частности, был один случай, когда водитель проехал на запрещающий сигнал светофора и, соответственно, совершил наезд на пешеходы. Когда происходит столкновение, то есть основными причинами являются нарушения правил маневрирования, то есть это даже не включает указатели поворота, совершает какие-то маневры, отвлекается от управления автомобилем. Телефон, наверное, самая главная причина. Ну, скорее всего, это, как правило, телефоны, да, или собеседники какие-то, которые действительно отвлекают водителя от происходящего на дороге. Ну, и, соответственно, это нарушение дистанции. Каждый третий ДТП в России, да, происходит по этой причине. И, естественно, нарушение скоростных характеристик. Скажем, есть конкретная скорость для движения транспортных средств. Скажем, в населенном пункте разрешенная 60, да. Но какие-то условия, скажем, впереди образовательное учреждение находится или еще что-то, да, как-то скорость нужно выбирать, исходя из этой ситуации. Соответственно, если происходит какое-то происшествие, да, по причине неправильной выбранной скорости, ну, такие вот показатели и получаются. Ну, соответственно, какие можно еще причины выделить? Вот, скажем, участок автомобильной дороги, ну, скажем, бетонное кольцо. Водитель просто отвлекся от дорожного движения и совершил выезд на встречную полосу. То есть, ну, и, соответственно, произошло происшествие, да. А в автомобиле, который двигался навстречу, находился ребенок. В основном, конечно, родителями соблюдаются требования безопасности. То есть, часто очень можно увидеть, как дети находятся в креслах, пристегнутые. То есть, ну, достаточно редко можно увидеть нарушителей. Слава Богу. И мы это видели с вами, да, Денис? Да, на самом деле проводим очень много профилактических мероприятий. Об этом с вами еще обязательно поговорим тут всему своему времени. Денис, ну, судя по тому, что цифры стали меньше по сравнению с прошлым годом, дисциплина растет. Или это удаленный режим работы, может быть, роль сыграл? На самом деле транспорту, как бы, становится все равно все больше и больше с каждым годом. Но нами принимаются, как бы, ну, совместно с другими службами, да, заинтересованными. То есть, это и владельцы автомобильных дорог, и дорожные организации. То есть, уличная дорожная сеть совершенствуется, вводятся какие-то дополнительные меры. Ну, и, соответственно, это, как бы, облегчает ситуацию, да. Ну, и плюс, как вы говорите, поговорим еще об оперативно-профилактических мероприятиях, которые действительно играют большую роль в обеспечении безопасности дорожного движения. Такой результат большой комплексной работы. Ольга Георгиевна, к вам, как к начальнику управления по делам несовершеннолетних, с какими вопросами чаще всего обращаются? Это какие-то, может быть, детско-родительские отношения, конфликты между детьми, конфликты в школе. Что чаще всего тревожит? Тревожит очень разные вопросы с наших родителей, бабушек, дедушек, соседей, общественность. Обращаются с разными вопросами, очень разными. Те вопросы, о которых вы сейчас только упомянули, да, они, как бы, всегда актуальны. Это и конфликтные отношения в школе между ребятами, это и детско-родительские отношения, когда ребенок вырастает, не всегда складываются отношения доверительные между родителями и несовершеннолетними. Ну, конечно, по алиментам, по выплате алиментов, да, неплательщиков просят отыскать. Далее, также обращаются с такими вопросами, как, например, жилье. Ну, мы, к сожалению, жильем не обеспечиваем, но какие-то возможные варианты, так сказать, решаем. С помощью содействия оказываем, да, содействие оказываем с помощью наших тоже служб, администрация. И большое им за это огромное спасибо, что они нам оказывают тоже содействие. В решении многих важных вопросов, которые задаются родителями, законными представителями, вот нам в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Ольга Георгиевна, помните, раньше мы с вами все время в интервью повторяли, что комиссия по делам несовершеннолетних, это не карательный орган, что все стараются помочь. Вот удалось преломить вот такой подход комиссии как к чему-то карающему? Знаете, в самых первых, наверное, интервью, когда мы начинали с вами еще работать, мы говорили о том, что если обращаются люди в орган, ну, значит, этот орган живой, и значит, он не просто существует, а работает. У нас действительно комиссия по делам несовершеннолетних – это рабочий орган. Это прежде всего коллегиальный орган. И, конечно же, первое, чем должна заниматься комиссия, да, это наказание обязательно. А как же? Это детский суд комиссии по делам несовершеннолетних. Но у нас еще есть и вторая часть – защите их прав. И, конечно же, мы стараемся помочь всем. Стараемся помочь семьям, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Стараемся помочь детям. И наша главная задача – это не карательная совсем, а задача воспитательная. Задача предотвратить правонарушения среди детей. Ну и, конечно же, чтобы дети у нас были здоровыми, чтобы дети были у нас успешными. Мы стараемся в этом помогать. И, опять же, я хочу подчеркнуть и поблагодарить все службы, которые помогают нам в этом. Давайте напомним, что это за службы, да, органы системы профилактики. Что это за органы, кто входит в комиссию. Да, очень приятно. Значит, это, прежде всего, социальная защита населения. Это органы опеки и попечительства. Далее, управление образованием. Естественно, школы и сады, правильно? Далее, это и центр занятости населения, чтобы никого не забыть. И хотел бы отдельно сказать о том, что психологи большую помощь оказывают. Служба сопровождения в управлении образования такая служба существует. И она является большим нашим помощником. Такая служба существует в органах опеки и попечительства, служба психологическая. Тоже являются они нашими большими помощниками. Ну и, конечно же, УВД, управление внутренних дел, с которыми мы тесно очень связаны. Я не могу не остановиться на наших прекрасных докторах, которые нам во всем помогают. Которые безотлагательно исполняют все постановления комиссии по делам несовершеннолетних. Которые выявляют детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. То есть мы со всеми очень дружим. Денис, летний сезон, наверное, с нетерпением ждут подростки, потому что могут, наконец, свой двухколесный транспорт достать. И с ужасом ждут инспекторы ГИБДД, потому что они все выйдут на дороги. Вот в этом году ситуация стала легче? Стали подростки, их родители более ответственно относиться к этому транспорту? Ну, у нас особенность есть небольшая. Мы обслуживаем как бы федеральные дороги. Соответственно, таких происшествий у нас, как в этом году, слава богу, как и в прошлом, не было. Но здесь действительно проблема назревает, так скажем, потому что современные средства передвижения вот эти... Теперь это не только скутеры, еще и гироскутеры, да, и моноциклы всевозможные. Да, действительно. Они могут развить большую скорость, да, и на самом деле это становится как бы опасным для жизни и здоровья людей. Соответственно... И тех, кто на скутере, и тех, кто идет, да, рядом. Еще электросамокаты, кстати, забыли. Да, да, да. Поэтому надо как-то... И, соответственно, сейчас со стороны законодательства, да, принимаются какие-то меры, ну, то есть и хотят принять поправки правилам дорожного движения. Но, в частности, можно сказать, что подобные транспортные средства, да, в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств, которые могут развивать скорость более 50 км в час, они уже попадают под категорию L в соответствии с этим регламентом. Ну, так как у нас эта категория еще не введена, да, соответственно, для управления таким транспортом нужна категория M, то есть для мопедов, либо категория A для мотоциклов. То есть вот такие вот правила сейчас действуют в настоящее время, да, то есть либо мощность, если больше 25 сотых киловатта, либо конструктивная скорость больше 50 км в час. Я понимаю, что мы работаем в прямом эфире, мы еще обязательно про двухколесный транспорт поговорим. 508-86-84, наш номер телефона, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Лариса. Лариса, очень приятно, задавайте ваш вопрос нашим гостям. Вы знаете, вопрос задать, конечно, можно, но мне хочется сказать огромные слова благодарности. Я вот увидела, включила телевизор, увидела Ольгу Георгиевну Лебарова, вот, и сказать ей огромные слова благодарности и всему ее коллективу за то, что они самые настоящие, самые правильные. Они все время на защите семьи. И я как мама неоднократно обращалась к Ольге Георгиевне лично за помощью, за советом. Ой, сейчас слезы будут. И она всегда находила нужные слова для того, чтобы сказать, что семья – это главное, а дети – это наше будущее. Поэтому огромные слова благодарности всем. Спасибо вам. Лариса, а сколько у вас деток? Вам спасибо. У меня четверо. Четверо деток. Это серьезно. Расскажите, пожалуйста, как обеспечивать их безопасность, ну, например, в быту? Как их огораживать от всего того, что может поджидать дома? Ну, знаете, сегодня настолько сложно, так как детки, в общем-то, взрослые уже, но являются подростками, и для того, чтобы сказать, проблемы у подростков свои, да? И тогда, когда вдруг случается того, что нужно, необходимо с кем-то посоветоваться, я вот как раз-таки прихожу, не хоть, говоришь, в комиссию, а к людям, профессионалам, которые это все знают. Спасибо большое, Лариса, за звонок. Спасибо вам. 508-86-84, наш номер телефона. Звоните, задавайте свой вопрос. Слова благодарности, конечно, тоже присутствуют. Ну, и критика конструктивная тоже, мы всегда рады. Без критики как мы можем. А если говорить, ну, примерно о количестве тех самых ДТП, да, с двухколесным транспортом, вот по статистике, больше, меньше? Ну, честно говоря, сложно сказать, да, сейчас просто такой период, да, сентябрь, месяц, октябрь, ноябрь, то есть, ну, в летний период, да, действительно, с нововведениями, да, то есть возникает большое количество ДТП. Ну, естественно, как-то нужно регулировать все эти правила дорожного движения, да, и действительно, во многом все зависит от лица, который управляет этим, скажем, современным средством передвижения. Вот. Ну, нужно соблюдать, конечно же, правила дорожного движения, это передвигаться с определенной скоростью, скажем, если это темное время суток, лучше вообще на дорогах не появляться, так скажем, либо, ну, какие-то световозвращающие элементы использовать при движении. То есть, есть определенные установленные правила, да, для передвижения мопедов на мопедах, соответственно, их нужно придерживаться и соблюдать, чтобы обезопасить себя. Наверное, дети должны помнить, что это не игрушка, в первую очередь, оно, конечно, интересно, ново, но, тем не менее, с достаточно серьезными последствиями. Мы об этом должны помнить родители, и я хочу еще сказать, можно, о том, что вот сейчас, конечно, пандемия, и сейчас нет такой возможности, наверное, ходить по школам, хотя мы ее тоже изыскиваем и договариваемся с образовательными учреждениями для того, чтобы проводить среди несовершеннолетних, среди школьников единые дни профилактики, рассказывать им о безопасности дорожно-транспортной, и железнодорожной. И обычно у нас представители 10-го батальона ГАИ обязательно присутствуют на днях профилактики. И из линейного отдела полиции также присутствие обязательно. Не далее, как сегодня в Большевиземской гимназии проходил вот такой правовой десант, где присутствие было и наших специалистов, и как раз представителей линейного отдела полиции. И еще хотелось сказать, Денис, и обратиться ко всем, наверное, что нужно особенно обращать внимание на внутридомовую территорию, правильно? Когда дети маленькие, даже пусть они на этих крошечных самокатах, велосипедах двухколесных, выскакивают на дорогу внутридомовую, да? А здесь едут машины. Тоже же случаи. И такие случаи есть, и такие случаи, да, зафиксированы. Да, на самом деле многие водители пренебрегают правилами дорожного движения именно при движении на дворовых территориях. Зачастую просто выходишь во двор и видно, как водитель какой-нибудь мчит там по своим делам. А скоростной режим на самом деле в жилых зонах составляет 20 км в час. То есть он должен внимательно вести транспортное средство. Ну и опять же хотелось бы обратить внимание в родителей, да? То есть когда дети гуляют, чтобы они играли там, естественно. Внимательно смотрели с детьми, конечно. Да, чтобы не на дорогах, а где-то на площадках детских. Детям, скажем, до 7 лет вообще запрещено, скажем так, на велосипедах или еще где-то находиться без присутствия, скажем, взрослого. А я хочу сказать, что профилактические мероприятия, направленные на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, Одинцовские сотрудники ГИБДД проводят регулярно. И на одном из них бывала съемочная группа нашего канала. Светофоры для водителей. Три глаз, да? Три сигнала. Красный, желтый и зеленый. Правила дорожного движения должен знать каждый, уверен ученик второго класса Ародомир. В таком юном возрасте он может похвастаться своим багажом знаний о безопасном поведении на дороге. Когда красный свет, никуда нельзя ходить, только нужно стоять и ждать. А желтый свет, это означает внимание, а зеленый уже можно идти или ехать. А еще нельзя никогда их нарушать, потому что если нарушишь правила дорожного движения, можно покалечиться и стать инвалидом. В гости к ученикам пришли сотрудники госавтоинспекции. Рассказали о правилах дорожного движения для пешеходов в форме игры. Детям тема понравилась. Активно включились в беседу. Мне очень интересно было слушать про то, как переходить дорогу и про всякие разные пешеходные переходы. Акция проводится каждый год. Сотрудники госавтоинспекции считают, важно напоминать детям о необходимости соблюдать правила. Сегодня в Одинцовской лингвистической гимназии прошел урок безопасности в формате игры для того, чтобы дети усвоили и применяли в жизни навыки безопасного поведения на дороге. Затронули все важные темы. Дорожные знаки, светоотражающие элементы, пешеходные переходы. Для максимального эффекта раздали детям памятки. В прямом эфире телекомпания Одинцова программа «Главная тема». Сегодня мы говорим о детской безопасности. 8495 508 86 84. Телефон прямого эфира. Звоните, задавайте свои вопросы гостям в студии. Денис, мы посмотрели на один пример профилактической работы сотрудников ГИБДД. Какие профилактические мероприятия проводят 10 батальоны? Как оцениваете их эффективность? На самом деле в настоящее время очень много проводим мероприятий целенаправленно. Мы с вами, например, детское кресло снимали. Ну да, хочется остановиться на этом, сегодняшняя тема. То есть мы как можно больше, как можно шире хотим провести это мероприятие и приглашаем заинтересованных представителей. Скажем, это и комиссия по делам несовершеннолетних, средства массовой информации. И в частности дети из юных отрядов инспекторов дорожного движения. Соответственно, дети активно помогают, раздаем всевозможные памятки, световозвращающие элементы. То есть пытаемся донести до общественности, скажем, о том, что действительно нужно соблюдать правила дорожного движения. В частности, ну скажем, в основном мероприятие проходит в таком задорном режиме, скажем, останавливаем много водителей, общаемся. И в принципе достаточно редко выявляются какие-то нарушения. То есть в основном сейчас надо отдать должное, что водители более-менее стали больше соблюдать правила дорожного движения. Доброжелательные, да? Доброжелательные в основном, да. В основном доброжелательные. Ну иногда все же можно увидеть, как, скажем, едет родитель за рулем и на заднем сидении прыгает ребенок там. Ну соответственно, такие случаи, как бы редкость, но все-таки бывает. А как вы думаете, из юных инспекторов дорожного движения, которые принимают участие с вами в профилактических мероприятиях, удастся вырастить ответственных участников дорожного движения? Ну, конечно, я думаю, что удастся. Надеемся. Для того и привлекаем, да. На самом деле, вот Ольга Георгиевна говорила о Большевиземской гимназии. Там очень хороший, скажем, отряд ЮИ. Юные друзья, да. Очень активные ребята, постоянно с ними собираемся, проводим мероприятия, скажем, на пешеходных переходах. Они устраивают конкурсы для младшего поколения, ну, скажем, демонстрируют, как нужно соблюдать правила дорожного движения. И наглядно, и в песнях всевозможных, танцах. Очень интересно, да. Да, действительно. И Нечиновский лице, и лесной городок, да, можно назвать? Зрелище завораживающее такое, ну, и достаточно полезное. Скажем, несколько, ну, не так давно на Минском шоссе установили, скажем, несколько вызовных светофоров. То есть нужно подойти, нажать кнопочку, и мы, как их вот только установили, стали выставляться для того, чтобы, ну, приучить людей, которые переходят в проезжую часть, именно соблюдать правила дорожного движения. И когда несешь службу у школы, да, образовательного учреждения, детишки соблюдают, знают правила дорожного движения, то есть нажимают на кнопочку, дожидается зеленого сигнала светофора и переходят. Что касается взрослых, здесь, конечно же, вопрос стоит остро. Вот, потому что, ну, некоторые подходят, стоят, ждут, например, не нажимая кнопочки, когда загорится зеленый сигнал. А он не загорится, если не нажмешь. Ну, и, соответственно, либо некоторые пытаются перейти проезжую часть, да, то есть не хотят останавливать дорожное движение, да, и пытаются перейти. Это делать, конечно же, не стоит. Водители, ну, всегда должны, как бы, соблюдать правила, да, смотреть внимательно. И, в принципе, не так сложно уж остановиться на несколько секунд, дождаться разрешающего и поехали. А я хочу сказать, что вопрос детской безопасности достаточно широкий. Это еще и пожарная безопасность. Большую работу профилактическую с детьми и родителями проводят сотрудники МЧС. И с нами сейчас по видеосвязи Евгений Белебезьев, начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Одинцовскому округу. Здравствуйте, Евгений. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Здравствуйте, Евгений. Скажите, пожалуйста, какова на сегодняшний день обстановка с пожарами на территории нашего округа и имели ли место происшествия с детьми? По статистике, с начала текущего года на территории нашего городского округа разрешено 549 пожаров. В прошлом году указатель составил 613, небольшое снижение. Получили травмы различной степени тяжести 10 человек. В прошлом году 13. К сожалению, погибло 8 человек. В прошлом году 6. К счастью, гибели травмировали, в том числе и пожаров с участием несовершеннолетних детей, не зарегистрировано. Однако, с начала текущего года на территории Российской Федерации погиб 191 ребенок. Конкретно, значит, на территории Московской области на пожарах погибло 9 детей. Возраст погибших от 1 до 14 лет. Основная причина всех прорешающих пожаров – это недостаток конструкции, изготовления электрооборудования, а также неосторожное обращение с огнем. Зачастую дети остаются без присмотра, родительского контроля. Существует много причин возникновения пожара, но именно неосторожность и детская шалость с огнем служат поводом для возникновения пожара. Дети часто повторяют поведение взрослых, имитируя их поведение. Поэтому родители должны помнить, что оставлять детей от них очень опасно. Ну, действительно, в этом году получилось так, что много времени дома проводили не только дети, но и их родители. Какие правила пожарной безопасности мы должны знать, вот столько времени проводя дома, чтобы ничего плохого не произошло? Ну, действительно, если в образовательном процессе предусмотрено большое количество программ, нацеленных на воспитание культуры безопасного поведения подрастающих поколений, это и проводятся различные занятия, беседы в детских садах, и уроки ОБЖ, различные мероприятия, беседы в школах, в институтах, то с учетом сейчас сложившейся эпидемиологической обстановки и некоторых учебных заведений, как у нас перешли на дистанционное обучение, естественно, эта тяга полностью возложена на родителей, именно на родительский контроль. Поэтому мы, пользуясь случаем, обращаемся к родителям, проверить рабочее место учащихся, компьютерную технику, электропровода, электрооборудование. Просьба, как рекомендация, уходя из дома, оставлять запас питьевой воды, еды, средств личной гигиены, если ребенок остается один на период обучения дневного. Следите за балансом денежных средств на мобильном телефоне ребенка, чтобы в случае какой-то экстренной ситуации ему сообщить, позвонить. Перед уходом отключите газ, электрические приборы, в первую очередь те приборы, которыми ребенок не должен пользоваться. Предупредить детей о запрете открывания двери незнакомым людям. Каждый ребенок должен знать, как вести себя при пожаре, поэтому необходимо проводить занятия с детьми. Возможно, это и в игровой форме. Ребенок должен знать свой адрес, фамилию, отчество четко, номер телефона. Выучите эту информацию вместе с ними. Расскажите, что те же сейчас каникулы, допустим, выезды в деревню, на дачи, что без взрослых нельзя подходить или включать обогревательные приборы. Ребенок должен знать, что делать, если увидит пламя. Не искать укрытия в горящей квартире, не спускаться на лифте, бежать вниз по лестнице. Опаснее огня может быть только дым, поэтому при пожаре следует дышать через мокрую ветошь и ползти к выходу, не поднимаясь на ноги. Подобные уроки должны начинаться с самого раннего детства. Такие простые меры, предсторожно, помогут нам обезопасить наших своих детей. Евгений, приближается зима. Для пожарных это особо тяжелый период. Расскажите, пожалуйста, с точки зрения пожарной безопасности. Как к нему подготовиться, как не допустить происшествий? У нас наблюдает сейчас похолодание населения, то есть вступает в осенне-зимний пожароопасный период, он у нас называется. Жители, естественно, начинают использовать для обогрева помещения дополнительные электрообогреватели, какие-то устройства. Поэтому, естественно, здесь основные риски, потому что по статистике, основная причина пожаров именно электроснабжения, нарушение требований монтажа и эксплуатации электрооборудования. Соответственно, необходимо еще раз проверить все системы, если это квартира, если это частный дом. Если необходим ремонт электрооборудования, электросети, какой-то техники, естественно, поручать его нужно только специалистам соответствующим. Если это частный сектор, проверить систему печного отопления, типа производящей установки. С учетом того, что большинство жителей у нас проживает на квартирных жилых домах. Соответственно, здесь риски, как правило, связаны с электрикой и именно неосторожное обращение с огнем, то есть человеческий фактор. Проверить линию электроснабжения на квартирных домах в обязательном порядке должно быть установлено устройство защитного отключения. Исправна система автоматической пожарной сигнализации в местах общего пользования живого дома. Как рекомендация, можно приобрести, так называемый, для размещения в жилых квартирах, в жилых помещениях, автономные дымовые пожарные извещатели, которые работают от, скажем, батарейки. Установить в каждом помещении квартиры. Приобрести обнотушитель и средства индивидуальной защиты органов дыхания, то бишь капюшон одноразного использования, которые могут очень значительно помочь при эвакуации. Так как защиту эвакуации может превратиться именно в спасание. Евгений, а есть ли какие-то, может быть, мобильные приложения, образовательные порталы, где дети и их родители могут найти всю необходимую информацию? Ну, отдых современных детей сейчас сложно представить без выхода в интернет. Поэтому, чтобы все равно тут же отдых на каникулах и на период нахожения детей не проходил только как развлечение, а приносил пользу, мы рекомендуем ребятам посетить портал, так называемый, разработанный МЧС, который размещен на сайте МЧС Медиа, это «Спас Экстрим». Основной герой сайта – мальчик по имени Спасик. Посетители сайта могут принять участие в различных конкурсах, посмотреть обучающие видеоролики, мультфильмы, читать книжки, комиксы, принять участие в разгаданных кроссвордов, загадок, а также поучаствовать в игре «Спасатель». Портал содержит большое количество материалов по безопасности как для детей, так и для учителей, телефоны экстренных служб, возможностей, онлайн-обращения к психологу, рассказы о юных героях. Также в настоящее время для более возрастной категории МЧС разработал мобильное приложение по безопасности, так и называется «МЧС России». Оно доступно для скачивания в онлайн-магазинах и успешно работает на операционных системах мобильных устройств. Сервис разработан как личный помощник пользователя. Приложение поможет найти информацию о действиях при чрезвычайных ситуациях и будет полезно как в быту, так и на отдыхе. В приложении пользователя доступен вызов в службе спасения, также определение геолокации, которое может понадобиться в случае какой-то необходимости. Тестовая версия приложения включает в себя не только рубрики с полезной информацией, но и интерактивы. Разработано несколько рубрик. Например, рубрика «Что делать?» Пользователю доступен порядок действия и правил поведения в экстренной ситуации с голосовым помощником. В первой помощи содержатся сведения о действиях при оказании первой медицинской помощи пострадавшим до прибытия медицинской службы. Ну и различные приложения, как проверить свою готовность, знания. То есть, если знания слабые, также можно обучиться перед сдачей. В перспективе это выкладка новостной ленты, информирование о различных чрезвычайных ситуациях оперативные, штормовые предупреждения, ну и также регистрация туристических групп. Евгений, спасибо большое, что были сегодня с нами. Напоминаю, мы сегодня говорим о детской безопасности. К сожалению, не все вопросы мы сегодня успеем осветить. Время нас поджимает. Поэтому я предлагаю сделать такие короткие итоги. Зима приближается. Вот на что родителям обратить внимание, как подготовить своих детей? Это и горки, это и новогодние праздники. Все-таки, может быть, какие-то где-то будут проходить. Петарды, фейерверки. Что делать, на что обращать внимание? И на петарды, и на фейерверки. Обязательно рассказывать детям, чем это может закончиться. Очень интересно сейчас выступление было. Вот Евгения, действительно, МЧС. МЧС с нами тесно сотрудничает, и мы с ними тесно сотрудничаем. Членом комиссии по делам несовершеннолетних является Евгений Белюберзев. Он знает очень много. И хотела бы еще сказать о том, что, конечно же, очень большое внимание уделялось в этой студии безопасному интернету. Я бы хотела еще раз родителям напомнить о безопасном интернете в обязательном порядке. Далее. О чем нужно сказать? Что пострадавших детей у нас сейчас на сегодняшний день 40 человек. Из них большое, отдельное, отдельное внимание хотела бы уделить детям, пострадавшим от сексуальных домогательств. Да. Их 18. И тебе предлагают и теме еще посвятить отдельную программу, Ольга Георгиевна. Без проблем. Почитайте это официальным приглашением. Без проблем, спасибо. Потому что тема, на самом деле, очень важная, очень актуальна. И одна минута не хочет заграничиваться. Особенно последнее время. Причем страдают малолетние дети. Вот об этом мы с вами еще обязательно поговорим. Денис, с точки зрения сотрудника ГИБДД, какие советы можете дать детям и их родителям? Ну, во-первых, это, конечно же, подготовка самого транспортного средства, да, то есть смена резины на зимнюю. Ну, естественно, скажем, сейчас такой период времени, когда темнеет раньше, да. То есть нужно на верхнюю одежду одевать световозвращающие элементы, естественно, переходить в установленных местах, да. Ну, скажем так, следить за тем, чтобы безопасно передвигаться. То есть сейчас, скорее всего, будет, ну, прохладно, да, то есть обледенение где-то какое-то, что-то еще. Поэтому нужно не торопиться проходить проезжую часть, а внимательно посмотреть по сторонам, естественно, убедиться в безопасности и, скажем так, перейти дорогу. Опять же, хотелось обратить внимание вот на использование мобильных телефонов, да, когда пересекаешь проезжую часть, это наушники, капюшоны, опять же, да. То есть все это ограничит обзорность. Соответственно, нужно быть повнимательнее. Ну, и что касается родителей, да, это как можно больше внимания уделять вопросам безопасности своих детей. Ну, и, соответственно, если идете в школу, там, переводить за руку где-то детей и, соответственно, изучать маршруты, безопасные движения, да. Самостоятельность – дело хорошее, но родители для того и родители, да, чтобы все равно… Немножечко контролировать это, самостоятельность. Да, немножко контролировать, совершенно правильно. А еще быть для них примером, наверное, что тоже не маловажно. Ну, конечно, обязательно. Спасибо большое, Ольга Георгиевна, спасибо, Денис, что пришли к нам сегодня в студию. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. Берегите себя и до новых встреч на ОТВ.